Слава Господу! И то, что мы слышали, действительно, Господь делает человека свободным, и христианин – это тот, который живет по Господу, старается угодить Господу, ищет во всем воле Божией. Как мы сегодня слышали, каким образом грех мешает, что он делает с человеком, он его уродует, но Христос пришел это исправить, он пришел освободить человека, он пришел вернуть ему Божий образ, потому что мы с вами творение Господа, слава Богу. И еще грех, он мешает человеку сблизиться с Богом, потому что Бог вынужден был выгнать человека из того присутствия, из благословенного места. И когда пришел грех, произошло разделение. Поэтому слава Богу за Иисуса Христа. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем исследовать Писание. И так положилось на сердце, но я с братьями посоветовался. И я хотел бы с Божьей только помощью, с вашими молитвами, чтобы мы начали исследование очень одной из интереснейших тоже книг – это послание к римлянам. Вот, оно как бы считается одной из таких сложных, но пусть Господь поможет, может быть, ну, я понимаю, что я тоже человек, я нуждаюсь в Господе. И я понимаю, какая глубина познания была Павла. Но то, что Бог открывал Духом Святым Павлу, и это не были познания Павла, он к этому дошел. Это были откровения, которые он получил. Вот, и я верю то, что Господь хочет для нас, чтобы мы с этого послания взяли. Я думаю, что Дух Святой нам будет открывать. И я хотел бы, чтобы мы воспринимали это не просто как послание апостола Павла, но мы это воспринимали как откровение Божие, то, что Бог донес нам через Иисуса Христа. И я вот, ну, размышлял, и вот эти, ну, последнюю, особенно вот эту неделю, вот, каждый день об этом думал, и такая мысль меня посетила. Нужно ли вообще, ну, нам нужно ли, ну, такое как бы сложное послание, вот, к римлянам? Ну, может быть, достаточно Евангелий, ну, действительно, для спасения достаточно Евангелий, вот. Но, тем не менее, вот, когда я читал послание к римлянам, когда мне задался этот вопрос, вот, то здесь такой как бы ответ я нашел для себя. Тут написано так, в апостол Павел, 1 глава, 10 стихом, обращаясь к римлянам, он говорит, «Всегда, прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей». Вот, обратите внимание, цель, цель была написание вот этого послания. Апостол Павел по каким-то причинам не мог прийти в Рим. Он, мы сейчас будем смотреть, он благовествовал в разных местах, мы помним те миссионерские путешествия, которые он совершал, но у него так и не получалось дойти к Риму. Но как мы читаем, посмотрим, как тут написано, да, 8 стих, «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Но каким-то образом уже Евангелие, да, благая весть доходит до Рима. Что такое Рим? Рим – это столица Римской империи. Это центр мира, будем так говорить, на то время, потому что Римская империя со своей армией, они многими владели странами, были представители Рима в каждом, ну, в большинстве государств. И помните, да, как звали представителя Рима в Израиле, да, в Иерусалиме, это был Пилат. Вот. Но каким-то образом вот эта Евангелие доходит до римлян, доходит до римлян. Павел об этом узнает. И мало того, о Риме начали, о римских христианах начали говорить. А обратите внимание, это языческий мир, это гонение, это сильнейшее противостояние иудеев. Но помните, как хорошо апостол Павел когда-то сказал, я люблю это повторять, для Слова Божия нету уз, нет преград. И я так немножко читал историю, каким образом вот вначале распространялось Евангелие. Оно распространялось через апостолов, мы видели, да, было 12 избранных апостолов, затем Господь избирает еще Павла, помните, Варнаву Бог избирает, они начинают благовествовать, потом они расходятся, и апостол Павел распространяет. Но еще история говорит, что люди начинали веровать, и веру вот эту переносить. Ну, тогда не так путешествовали, как сейчас, но тем не менее, воины, даже римские воины, они веровали, вот они передавали это. Затем купцы, вот, становились верующими и доносили Слово Божие. Поэтому каким-то образом, может быть, еще кто-то приходил из учеников, из уверовавших в Рим, и там образовалась церковь, и там образовалась церковь. И обратите внимание, как Бог там действует. Тогда не было средств массовой информации, да, не было там интернета, газет, не было радио, телевидение. Но тем не менее, смотрите, вера ваша возвещается во всем мире. Вы представляете, да, каким образом даже весь мир узнает о том, как христиане в Риме, да, как христиане в Риме, они покаялись, они приняли, они приняли Иисуса Христа. Я еще хочу сказать, это центр, это центр, ну, Римской империи. И там, хотя римляне, ну, веровали во многих, ну, в разных богов, вот, там у них были множество разных богов, они верили, но тем не менее, да, мы видим, появляются верующие христиане. И мы, я как бы задал вопрос, ну, нужно ли вообще для нас вот послание к римлянам? И вот Павел отвечает на этот вопрос. Он когда услышал, вот он как апостол, которого Бог благословил, мы тоже будем на это посмотреть, чтобы нести Евангелие, чтобы проповедовать. И вот он очень хотел поделиться тем дарованием, которое Господь ему дал. Для чего? Для того, чтобы вас утвердить. И поэтому христианин, вот как мы сегодня слышали, да, он приходит к Господу, он кается, но начинается духовный рост. Потому что противостояния различные, различные идолы, лукавый тоже не дремлет, вот, различные искушения, вот, и мы видим, как апостол Павел себя ведет, как он с различными группами людей, вот, ну, общается, как он проповедует, как через него действует сила Божия, вот. И поэтому, вот это послание, да, оно необходимо было для римлян, ну, если Бог так усмотрел, вот. И я верю, я думаю, что вы тоже понимаете, верите, что это послание, оно будет необходимое для нас. Слава Господу! Ну, поэтому любое послание, которое Бог допустил, и мы имеем это письмо, и оно дано нам в качестве того, чтобы мы духовно возрастали, чтобы мы больше и больше понимали значение вообще, что такое Евангелие, зачем Евангелие, какая цель Бога. Вот дальше поднимается очень серьезный вопрос, это вопрос закона, и поднимается вопрос благодати. Вот почему? Потому что евреи очень сильно противостоят, они живут еще Ветхим Заветом, они живут Моисеем, они живут теми, плюс своими преданиями. Вот приходит Христос и начинает вот эту всю систему менять. Он исполняет эту систему и меняет эту систему. Вот. И вводит уже Новый Завет, Новый Завет в Моей крови. Это чаша Новый Завет, которую будете пить в Моё воспоминание. И поэтому происходит сильнейшая перемена. И вот апостол Павел, будучи иудеем, Бог его поставляет кем? Апостолам язычников. Он идет и начинает проповедовать в Римской империи, и до Македонии, и до Греции доходит, все-все, и начинает проповедовать Евангелие вот язычникам. И тут открывается замысел Божий. Апостолы до конца этого не понимали, в чем был этот замысел Божий. Помните, потом проходит время, вот, и уже апостолу Петру, когда римский сотник, помните, молился, вот, молился римский сотник, и ангел ему является, пойди, говорит, призови Петра, он там у Симона Кожевника. Это было сокрыто для них, а это был замысел Божий, спасти не только евреев, но спасти всех остальных людей. И вы помните, как это все происходит, как ему вот этот сосуд сходит с неба. Петр отказывается, голос говорит, заклеешь, я никогда ничего не ел нечистого, заклеешь, все, что Бог очистил, того не почитай, не чисти. И вот поэтому, потом он, когда уже приходит к сотнику и видит этого богобоязненного человека, видит его, других людей, родственников, и потом он понимает, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. И вот поэтому, для того, чтобы нести вот эту весть языческому миру, Бог избирает апостола Павла. И вот поэтому апостол Павел, действительно, Бог ему открывает вот это особое понимание. Вы еще помните, церковь существует, церковь проповедуется, но еще есть та группа евреев, которая сильно противостоит. Противостоит еще язычникам. Вот не хотят, чтобы они уверовали. Все равно, чтобы как бы евреи были отдельно, ну, это как бы Бог наш, и все, Христос для нас пришел. И поэтому, помните, те сопротивления, которые апостол встречает, и там, когда он пришел в одно место, он говорит, посмотри, сколько ревнителей, сколько уверовавших ревнителей по закону. Они еще держат этого Моисеева закона. И представьте себе, какая ответственность возлагалась на Павла. Павел должен был донести языческому миру, да, и евреям разъяснить вообще, что такое Евангелие. Один из самых важных моментов, который поднимается в послании к римлянам, это о том, что грех, как мы сегодня слышали за грех, грех уравнивает всех людей, делает их одинаково виновными перед Богом. Вот это самая основная мысль. И я сегодня как бы хочу такой сделать обзорный, да, посмотреть, и мы посмотрим обзор на первую главу римлянам, и начнем там уже более подробно, чтобы, ну, как бы не потерять вот этот смысл, да, и поэтому самая такая мысль, которая прослеживается, евреи хвалятся законом, что у них есть закон. Они хвалятся тем, что они учат, да, они мало того, они, мы же евреи, а вы язычники, вы хуже, мы лучше, чем вы. И вот Павел начинает очень аккуратно раскрывает это все, ну, не аккуратно, но он конкретно раскрывает, как грех делает виновным всякого человека. Ну, как это можно к нам привести? Ну, к примеру, да, кто-то родился в христианской семье. Как вы думаете, он автоматически становится христианином? Нет, да, для этого он тоже должен сам покаяться, сам покаяться. Вот я, допустим, там, ну, я не родился, но кто-то родился. Ну, и вот такое понимание, что нужно покаяться, нужно обратиться к Господу, непосредственно получить спасение. И поэтому здесь в римлянам поднимаются вот такие вопросы, очень серьезные. Вот. И хотелось бы сегодня вот посмотреть именно на первую главу. Я, конечно, желательно ее все прочитать, но она очень большая. И я как бы разбил ее на такие, на такие секции. Ну, я еще раз возвращаюсь к тому вопросу, так надо ли нам понимание, ну, послание к римлянам? Конечно же, надо. Это для нашего утверждения. Дальше Павел еще интересно говорит, чтобы утешиться, да, утешиться верою вашей и моею верою. Действительно, что Бог спасающий, Бог спасает римлян. Иисус исполняет, ну, то, что Он повелел ученикам, да, и мы видим, как распространяется Слово Божие. Оно доходит до самого Рима. Ну, по разным подсчетам, примерно, примерно, когда написалось это послание, и после воскресения Христа прошло где-то 25-27 лет, ну, вот где-то вот такой предел, да, и Слово Божие проповедуется, и, ну, историки говорят, что апостол Павел написал это послание, когда он был в Коринфе. Вот он услышал у верующих в Риме и пишет вот это послание. И поэтому, пусть Бог благословит, послание действительно необходимо, вот, и его воспринимать не просто как послание, а это откровение Божие, разъяснение сути того, что на самом деле произошло на основании Ветхого Завета. Это, как мы вначале читаем, да, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Вот, в Святых Писаниях, как мы уже с евреем и здесь, ну, рассуждали очень много откровений, очень много предсказаний о том, что придет Христос, кто Он есть. Вот, и поэтому здесь послание к Рильвенам, оно очень хорошо раскрывает. Оно немного сложное. Вот, и я прошу Бога, Господи, ну, как и самому правильно уразуметь, и, ну, чтобы, как бы, ну, смочь донести, чтобы всем было понятно. Понятно, что мы уже, как бы, в такие глубины, которые Павел был посвящен, ну, я понимаю, что еще далеко. Но, тем не менее, если Бог нам оставил это послание, оно будет очень сильно для нас полезным. Слава Господу! И поэтому пусть Бог благословит, воспринимать это не просто послание к Римлянам, нет, это Евангелие, это разъяснение Евангелия, это Слово Божие, это Бог продолжает уже через Павла разъяснять суть вести, благой вести Евангелия Иисуса Христа. Слава Господу! Вот. И я хотел бы начать. Вот. И я начну. А сейчас как бы такие, ну, дам такой небольшой анализ именно первой главы. А потом мы начнем более подробно останавливаться там на некоторых стихах. Я просто прочитаю. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которую Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Вы понимаете, что такое Святые Писания? О чем идет речь? О Ветхом Завете. И вот смотрите, в Новом Завете в Святых Писаниях, Павел говорит, это Священное Писание. Ветхий Завет это тоже Слово Божие. Но оно исполняется в Иисусе Христе. Но Его святость, это не, ну, Ветхий Завет продолжает быть святым. Потому что, говорит, утешением, из Писаний сохраняли надежду. Это тоже в Римлянно написано. И вот о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через Котором мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И вот апостол Павел начинает. И я хотел бы сейчас так вот посмотреть, вот такими, ну, не блоками, а передавать суть. И вот приветствие апостола Павла. И здесь апостол Павел говорит о том, что он призван Богом. Призван для чего? Для возвещения благой вести. И вот задумайтесь, да, Иисус приходит в этот мир, да, дает вот это Евангелие, и Бог посылает апостола Павла возвестить, нести дальше вот это Евангелие. И я как бы такой анализ сделал, что, ну, в этом мире можно есть о чем рассказывать, да, о красителе природы, о человеческих взаимоотношениях, там еще о чем-то. Но вот воля Божия через Иисуса Христа – это Евангелие. И я подвожу к тому, что Евангелие – это самая важная весть для всего человечества. Вот сегодня в Украине у нас проблема, у нас война, да, во всем мире сегодня ковид. Но по значимости в глазах Божьих, знаете, какая самая важная весть? Евангелие. Никакое событие, ничего в этом мире не будет значимой, как Евангелие. Почему? Потому что это воля Божия. И ради этого Бог посылает своего Сына. И ради этого мы видим призвание апостола Павла. Он призван для благовестия, да, для несения вот этого Евангелия. И поэтому самое важное. Вот я как бы задал себе вопрос, вот, какая престижная сегодня работа, ну, программист там или еще кто-то. А ты кто? А я проповедник Евангелия. Ну, для этого мира, ну, чем ты хвалишься? А Павел тут дальше говорит, а я, говорит, не стыжусь благовествования Христова. Хотя оно и не популярно, вот, да, но это самая, ну, самая лучшая, это самая великая честь. И, братья и сестры, и мы с вами призваны к тому, чтобы нести Евангелие людям. Слава Господу! И поэтому пусть Бог нам поможет, да, вот это осознавать, что лучшей вести, более важнейшей вести в этом мире нету, кроме Евангелия. И дальше вот, да, идет такой переход. Апостол Павел говорит, что меня Бог избрал проповедовать Евангелие. И он говорит, об этом Евангелии Бог возвещал в течение многого времени, многократно и многообразно, мы читаем в Римлянам, да, обещал через пороков своих святых писаниях. Поэтому Евангелие – это очень-очень важно. И в чем же суть вот этого Евангелия? И вот смотрите. О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение мертвых о Иисусе Христе Господе нашим. Вот она, суть Евангелия. Поэтому Христос и Евангелие – это одно и то же. Это одно и то же. И поэтому Бог призывает Павла возвещать Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие – это Иисус Христос, Который спасает людей. Спасение – вот в этом благая весть, Бог говорит. Ваше спасение в Иисусе Христе. И вот дальше, когда мы читаем, да, апостол Павел уже обращается к римлянам. Мы напоминали, да, о том, что его цель, он услышал о том, как они, ну, как они уверовали, и он, и тут очень интересно написано, как говорит, я, он когда услышал, очень желал вас увидеть. Он очень желал, он говорит, я Бога просил, да, чтобы мне прийти и послужить вам, поучаствовать вам, рассказать вот это, но встречал препятствия. И смотрите, и это его не останавливает. А почему? Да потому, что у него поручение от Бога, несмотря ни на какие препятствия, нести людям Евангелие. И как он несет его? Пишет послание к римлянам. Слава Господу! Он пришел, он хотел прийти поговорить с ними, а не получается. И поэтому он решает написать с Коринфа послание к римлянам. И мы говорим, Господи, слава Тебе, да, что Ты допустил, что апостол Павел не смог прийти, да, а потому, что нужно было послание к римлянам нужно было написать. Ну, действительно, да, о бездна богатства, премудрости и ведения Божьей. Когда-то апостол Павел тоже в послании к римлянам, насколько я помню, правильно, восклицает, как Бог все чудно устраивает. И дальше он говорит, да, что я должен мудрецам, должен невеждам, вот, и Евангелие для всех людей. Мудрец спасается, вот философ, очень значим, допустим, вот у нас есть всякие университеты, да, у людей докторские, диссертации там написаны, это, в общем, профессора, как вы думаете, в глазах Божьих это имеет значение в вопросах спасения? Абсолютно никакого не имеет значения, да, это хорошо для этого мира, вот он что-то знает, какие-то там, ну, науки какие-то знает, там разбирается, может быть, в общении людей, там, ну, в каких-то там механических вопросах разбирается, да, но это совершенно не имеет никакого значения, да, помощи не будет в вопросе спасения. поэтому Павел говорит, я должен и мудрецам, мудрым людям, которые считают себя мудрыми, но написано, что мудростью своею человек не смог познать Бога в его премудрости. Своими, я уже когда там свидетельствовал, я никогда, вот, мне не давались эти философии, вот, ну, вот как-то вот, ну, не шло оно мне, хотя, очень хотелось, вот именно хотелось блистать умом, как блистали эти люди. И уже потом уже, я говорю, ну, уже когда уверовал, все-все-все, решил вот посмотреть на вот эти философии, ну, как бы вникнуть, ну, что же цель? И вот как человек, ну, в своем размышлении пытается объяснить суть происходящего вселенной, вот этой, смысла человека, смысла жизни, и слушал-слушал, две лекции прослушал по 45 минут. И, честно сказать, ничего не понял. Вот. Совершенно ничего. Ну, я думаю, слава Богу. Потому что оно все, такое, какое-то такое невысоко недостижимое, высокомудрое такое. Вот. И оно, ну, не приводит человека к спасению. А Евангелие, да, оно просто, оно понятно. Вот оно, и поэтому, говорит Павел, я должен и мудрецам, и я должен невеждам. Вот. Бог для всех людей. И вот дальше уже, мы переходим, к следующей, очень такой важной части. Он говорит, да, поэтому я не стыжусь благовествования Христова. Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудеи, но мы об этом будем попозже говорить, я просто сейчас образно все это говорю. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия, оправдание Божие, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Поднимается очень важный вопрос, который для иудеев был очень труден для понимания. Они настолько были утверждены в законе Моисея, вот настолько держатся вот этого закона и поступая при этом плохо, неправильно, живя перед Богом. И вот для них вопрос веры был недоступен. Они не понимали. Вот тут Павел начинает поднимать вопрос веры. Вот он говорит, открывается правда Божия. Очень много раз именно в в послании к римлянам и вообще, если говорится о правде Божией, это значит не столько истина Божия, сколько оправдание Божие. Человек не может сам по себе оправдаться своими делами, своими заслугами, потому что за грех нужно платить смертью. И поэтому единственная возможность человеку спастись, это чтобы кто-то за него умер. И за него умирает Христос. И вот это оправдание Божие сегодня, если мы в это верим, оно нас оправдывает, оно делает нас невиновными. Вот евреи вот этого не могли понять. Евреи, оно говорится, они усиливаются поставить свою собственную праведность, свои дела, поступки. пришла праведность Божия, оправдание пришло от Бога благодаря вере в Иисуса Христа. А почему только оправдание Божие? Потому что мы сегодня слышали, грех – это очень плохо, это очень страшно, это разделение с Богом. Никакая жертва животных не способна человека очистить и не лишить его наказания. Это только временное. Поэтому помните, в Ветхом Завете жертвы происходят каждый раз, каждый год одно и то же. Это напоминало, что человек греховный. Но здесь Павел говорит, в чем суть Евангелия? Это оправдание людей через Иисуса Христа. И дальше следующая очень интересная тема. Это с 18 стиха по 32 стих. Целый такой отдел. То зачем же вообще Евангелие? Для чего? И вот тут написано с 18 стиха. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечествование, нечестие, неправду людей, подавляющих истину неправдою. Оказывается, да, причина, почему Евангелие, помните, очень хороший стих, это 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородного, дабы всякий верующий в Него. И вот это с 18 стиха, это значит не погиб. Причина грех. Причина, и тут объясняется, смотрите, вот я прочитаю. «Открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие, неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Бог дал все для понимания то, что Он есть, все важное для человека». Вот я последнее время так рассуждаю, и уже так с неверующими разговариваю, и говорю, «Посмотри на человека, вот мы выдуманы компьютеры, современное оборудование, технику». Говорим, какой действительно мастер это все создал. Ну вот вы можете это создать? Есть тут такие специалисты, которые с нуля могли бы сегодня сделать этот самый. А это сколько собрано материала, сколько людей в этом участвовали, вот эти все свойства металла, вот эти электричества, все-все-все-все-все. Это представьте себе, на протяжении истории, и люди получают вот этот планшет. Это не просто так раз он и появился, это благодаря многим ученым, которые открывали какие-то законы, которые Бог уже установил, они просто открывают и Нобелевские премии получают. А Богу честь не воздают, который все эти законы издал. И я вот так вот, и детям тоже, и так вот говорю, смотрите, сколько нужно было усилий, да, и насколько быть нужно грамотным, чтобы вот это создать. А теперь сравните вот это оборудование с человеком. С человеком. У нас, вы знаете, у нас тут несколько, у нас очень много заводов. Вот тут завод по производству волос, да, здесь завод по производству ногтей. И вот везде, где-то не смот, видишь, везде вот, а мы просто, ну, берем, кушаем еду, обыкновенную еду, пьем водичку, да, ну, простое. И вот обратите внимание, да, насколько человек сам по себе совершенен. И поэтому тут и Библия говорит, почему же, зачем Евангелие? Да потому что гнев Божий на людей. Бог настолько явил себя, да, ты только, ты человек разумный, задумайся, да на себя посмотри, насколько у человека все совершенно, человек автономный организм. Вот этот планшет, он нуждается постоянно, чтобы я его носил, подзаряжал, вот эти программисты там что-то делали, а человек, насколько он совершенен. И он сам придумал вот это все, ну, благодаря мудрости Божьей. И поэтому тут и написано, да, все, что нужно явить, Бог явил. И смотрите дальше. Ибо что можно, ага, и что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, Божие, невидимое, Бога мы не видим, но вот это невидимое Его, вечная Его слава и божество, да, Его божественная сущность, то, что человек этого не может, то, что понимает человек, что он беспомощен. вот вы можете, вот, допустим, сегодня, вот я, ну, слушаю, что как вот это, ну, потепление земли, люди что-то там делают, да, контролируют выбросы, ну, это же они виноваты, вот это все, что происходит своим, ну, бесхозяйственностью. Вот, и вот они такие, знаете, хотят глобальные вопросы решать, вопрос земли. Я думаю, человек, ну, ты такой маленький, ты такой мелкий, да, и ты вот что-то там пытаешься, где-то там на марш что-то заехать, ну, залететь, и все, 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 вот. И люди что-то пытаются делать, но, а Бог, представьте, да, в чем суть божественности Бога? Он это все, ну, закрутил, он это все начал, и оно все, знаете, все, ну, вот представьте себе, даже вот эта земля наша, как она вращается, как тут все рассчитано, там холодно, тут тепло, братья и сестры, вот написано, божество, то, что человек не постигнет, да, он понимает, что он беспомощный перед этим, и хотите, чтобы земля была хорошая, да, чтобы вот это все исправилось, что надо сделать? К Господу обратиться, да, и Бог все сделает вам. Вот, вот раз вот эта болезнь пришла, вот этот ковид, да, и сразу деятельность человека прекращается, и смотрите, там вода лучше стала, там животных умножилось, все-все-все-все-все-все, у Бога свои методы, ну, я не приветствую это, потому что люди умирают, но вот сам смысл, да, люди уже пытаются что-то там с землей что-то делать, да, пытаются контролировать вот это все, настолько человек немощный по сравнению с Богом, и тут написано, да, почему суд Божий будет, да, потому что его божество, да, от создания мира, теперь смотрите, через рассматривание творений видимых, когда человек смотрит на это все, и Давид любил это делать, смотрит, и ты понимаешь, он понимает, что, ну, что я могу сделать, что я могу сделать, и вот мне очень нравится вот этот в книге Иова, помните, да, вот когда Иов уже, ну, выливал вот это, ему тяжело было, вот, и все уже над ним, ну, так, пообличали его, и потом уже, когда Бог начал говорить, и помните, одну из таких первых фраз, мне так очень нравится, как Бог с Иовом общался, потому что где-то что-то, ну, Иов понимал, что он невиновен, и уже в своем непонимании, что с ним происходит, он начал омрачать Божье провидение, он начал уже каким-то образом тень на Бога бросать, хотя мы понимаем, почему он сильно переживал, и помните, как Бог отвечал ему, где ты был, когда я положил основание Вселенной, скажи, если знаешь, представляете, да, где, говорит, ты был, человек, братья и сестры, Божество, Бог в своем творении, когда человек это на все смотрит, он понимает, что это не просто так, а сегодня люди, да, всячески пытаются, слепой природе какой-то, да, случаю какому-то, какому-то взрыву, миллиардами лет и так дальше, все это оправдать, и поэтому тут и написано, почему именно гнев Божий, и приходит время гнева Божия, потому что люди, Бога не познают, вот, не познали Бога, дальше, и потому что Его Божество, через рассматривание творений, видимый, так, что они безответны, так, что люди, не сможет ни один человек, оправдаться перед Богом, и сказать, ну, я же не знал, да, Бог дал достаточно тебе мудрости, чтобы ты посмотрел, и понял, что все это существует, да, потому что есть Тот, Который все это создал, поэтому человек не сможет оправдаться перед Богом, он не сможет оправдаться перед Богом, и вот дальше, причина, зачем нам нужна Евангелие, но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но суетились умствования своих, и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми и обезумели, и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот в чем Евангелие, да, чтобы спасти людей, потому что люди в своих изысканиях, и даже когда Бог открывался, они понимали, что, ну, действительно, вот это сверхъестественно, и поэтому в своем неправильном разумении, неправильном толковании, они начали поклоняться кому? Природе поклонялись, мертвой, поклонялись животным, вот, другими словами, они говорили, что это животное такое умное, вот это все создало, и тем самым, да, это у Бога производило гнев, о неразумные вы люди, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, и вот поэтому Павел и говорит, зачем Евангелие, зачем, вот поэтому, насколько важна Евангелие, Бог, гнев возгорается, Божий, Бог назначил день, в который он будет праведно судить вселенную, почему, потому что славу нетленного, да, нетленного Бога, вот этого все создавшего, изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, присмыкающимся, то и предал Бог, похотях, сердецах, нечистоте, ну и дальше он расписывает, насколько Бог в своем гневе попускает людей, и тот, и то обилие, вот эта разновидность греха, тут он описывает, да, как сердца людей исполнены, причина почему, потому что человек отвернулся от Бога, как бы не казалось современным общество, насколько бы оно не было грамотным, это общество, но если оно отвергает Бога, оно доходит до безумия, Бог попускает его, и начинает проявляться вот эта природа, которую мы сегодня слышали, природа греха, она господствует над человеком, и поэтому для того, чтобы человека остановить, чтобы человеку дать выход, Бог дает ему возможность спасения через Иисуса Христа, и поэтому, ну, это так мы кратенько посмотрели, а сейчас я хотел бы на такие моменты, потому что, послание, оно очень, я не знаю, мы послание к евреям смотрели год, ну, разбирали, вот, я не знаю, сколько идет на послание к Рим, если на каждый стих обращать внимание, но я постараюсь вот так вот, какими-то такими, знаете, понятными, ну, моментами, блоками, и вот, еще раз, как бы, если смотрим, да, Бог призывает Павла проповедовать Евангелие, Евангелие, это Иисус Христос, римляне уверовали, вот, и их Павел хочет прийти и поделиться своей верою, дать ему укрепление, но препятствие, поэтому он пишет письмо, пишет письмо, и он хочет возвещать им Евангелие, и причина, почему Евангелие должно быть проповедовано, и было проповедовано, потому что гнев Божий на нечестие людей, что люди отвернулись от Бога, люди не хотят задумываться, вот, и вот это в своих грехах, и мало того, вот смотрите, 32 стих, он перечисляет людей, да, и вот смотрите, еще, еще хуже здесь состояние, они знают праведный суд Божий, вот эти люди знают, какое будет наказание Божие, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, эти дела сами, но и те, которые делают, они их одобряют, они их поощряют, насколько действительно мир, да, Павел раскрывает, насколько грех изуродовал мир, и вот Христос пришел все это исправить, Иисус пришел спасти людей, избавить людей и от гнева, и избавить их от этого рабства греху, и я вот как бы сегодня, у нас осталось немного времени, там несколько минут, вот, и я вот сегодня обратил внимание на, так как у нас мы вспоминаем воскресенье из мертвых, и вот третий стих, давайте мы посмотрим, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресенье мертвых, о Иисусе Христе, Господа нашем. Здесь Павел обращает внимание на очень важный момент, что Иисус Христос открывается как Сын Божий. Но перед тем, как мы поговорим о Сыне Божьем, я хотел бы, чтобы мы вспомнили, как Иисус называл Себя в общении с людьми. Сын Человеческий. И поэтому Иисус и Сын Человеческий, и Сын Божий. Мне очень нравится, я на это место не обращал внимания, ну так сильно, вот это исследует этот вопрос, я просто восхитился. Это Евангелие от Матфея, 16 стих. И вот смотрите, как Иисус, проходит уже какое-то время, Иисус чудеса, знамения, вот. И вот Он задает вопрос, это 16 стих, 13 глава. «Пришедший же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Вот такой вопрос. Я уже совершаю чудеса, проповедую Евангелие, и задается вопрос, вот как вы, вы же общаетесь с людьми, что вы, какие вы отзывы обо Мне слышите, как люди Меня понимают. Ученики сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. И дальше Иисус задает вопрос, это не только к ним, это к нам вопрос. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Сына Человеческого. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, или ты Мессия, помазанный Богом, тот, который обещанный, Сын Бога Живого». Вот обратите внимание, такой переход происходит. Приходит Сын Человеческий, они видят Его как человека, но Он открывается уже, как кто? Как Сын Божий. И я не помню точно, вот когда мы преподаем водное крещение, там спрашивают за Сына Божьего или нет? Я просто, я забыл. Вот. Веруешь ли ты в Иисуса Христа? Ну, это второй вопрос. Обещаешь ли ты Ему служить доброй совестью? Да, веришь ли в Иисуса Христа? Но очень важный вопрос для нас, да, понять вот эти два момента. Первый, что Иисус – это Сын Человеческий. Это раз. И второе, что Иисус – это Сын Божий. Вот апостол Павел говорит, что Иисус по плоти, да, был Сыном Давида. Ну, мы знаем, что Он родился от Марии, Мария принадлежала к Давиду, вот, и произошло такое чудо. Но тем не менее, да, помните, когда ангел возвещал Марии, то Он говорил о том, у меня все это есть, но это, о Сыне Божьем, что рождаемое святое наречется Сыном Божием. И вот, представляете, такая тайна великая. Сын Человеческий и Сын Божий в одном лице. И в этом есть глубочайший смысл, да, о том, что Иисус – это вот соединение вот этих, и Он открывается, Иисус Христос, по Духу Святыни. Ну, есть очень, я читал, разное понимание, разное понимание, вот, но я как бы для себя вижу, как через Него действует Дух Святой. Те чудеса, те знамения, да, то, что, помните, вот, я так вот для себя написал, каким образом ученики восхищались, что Сын Божий. Один из таких примеров, когда, не помните, Иисус заснул, была буря, вот, Иисус встал, успокоил, и они потом сказали, что «Ты Сын Божий». Или когда сотник стоял, когда вот, во время Христос, когда умирал, умер уже, там, затмение солнца, землетрясение, и смотря на это, Он говорит «Истинно, Ты был Сын Божий». И поэтому, ну, даст Бог, и, может, в следующий раз его более подробно мы расскажем, я как бы сегодня все образно. И поэтому Иисус Христос открывается, да, как Сын Божий. И еще через очень важный момент, через воскресение из мертвых. Это была победа. Но я сегодня хотел вот эти несколько минут коснуться человеческой природы Иисуса Христа. Почему Иисус именно Сын Человеческий? Потому что Он пришел, и в послании к филиппийцам очень хорошо написано. Это очень важный момент. Вот это Иисус Христос, вторая глава. Седьмой стих. «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став, как человек». И Иисус полностью уподобится человеку, становится по виду, или по образу, как человек. Помните, как Бог создал человека? По своему образу и по своему подобию. Теперь Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, уподабливается человеку, да? Становится подобным и по образу, ну как, по внешнему виду, как человек. И зачем это все нужно? Я как, ну, для себя отметил, что Иисус Христос совершает спасение людей. И вот он как бы является представителем человеческого рода. И то, что он сейчас будет совершать, то, что над ним совершало... Вот, брат Саша, хорошо сегодня сказал, да, вот это вина греха. Человек был виновен, так же? Иисус Христос уподабливается человеку, и теперь вся вина всех людей, он как бы за всех людей выступает. И вся вина, ну, ложится на него, как на человека. Он страдает уже за всех людей, потому что он человек. И там, интересно, написано в римлянам, что через Адама, через как человека, одним человеком грех входит в мир через человека. А теперь через одного человека, Иисуса Христа, для всех людей оправдание. Уподобившись людям, человек становится как... Иисус становится как человек, и все делает вместо человека. И теперь благодаря... Вот смотрите, тут я записал, да? Он представитель всего человечества сейчас. Дальше. Вина. Теперь. Иисус Христос по плоти спасся в теле? Или нет? Еще раз. Произошло воскресение мертвых. Тело осталось на земле. Иисуса Христа. Тело воскресло. Воскрес Сын Человеческий. И теперь мы с вами тоже воскреснем, как люди. Понимаете, да? Вот Иисус все делает вместо... Я вот когда размышлял, говорю, Господи, ну... Я-то как бы понимаю. Вот это... Но это настолько сложно. Но вот апостол Павел все эти вещи понимает. И дальше. Да? Спасение. Я так записал. А! И теперь, смотрите, Христос, да? Хотя это прошло преобразование. Он входит в небеса. Тем самым, Он уже открыл нам вход, как людям, в небеса. Поэтому Иисус является, как Сын Человеческий, представитель всего рода человеческого. Над Ним совершается казнь, да, вот вернее, наказание на Нем. Всего мира было на Нем. Как на человеке. Весь вот этот гнев, который был на нас, Он сосредотачивается. И сосредотачивается на Иисуса Христе, и исполняется Божия справедливость. В день, который ты вкусишь, смертью умрешь. И Иисус умирает, будучи человеком, умирает за всех людей. Будучи человеком, да, Он берет вину всех людей на Себя. Будучи человеком, Он воскрешает из мертвых. И будучи человеком, Он восходит в Царствие Божие. Будучи сыном человека. Ну, я не знаю, или смог я вот донести, но благодаря вот тому, что Он по плоти есть еще, Он человек, как говорят, стопроцентно человек, да, человек в полном смысле этого слова. Он берет на себя роль вот этого основного человека. Как Адама, от Адама все пошло. Так теперь, говорит, во Христе Иисусе вы уже новое творение. Он забирает вот эту старую у нас природу и дает нам новую природу. Ну, хорошо. Может, даст Бог в следующий раз я попробую, да, разъяснить. Но сама суть, да, сама суть, что Иисус Христос не просто Сын Человеческий, но Он еще является Сыном Божиим. Он открывается. Это проявляется в чудесах, в знамениях, да. Помните, это происходит, когда и Лазарю, умирает, приходит Иисус, вот, беседа с Марфой, Он говорит, я верю, что ты Сын Божий. Вот. Но она до конца не понимает, да, Иисус говорит, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Веришь ли в Сему? Да, Господи. И вот Он показывает, как Сын Божий уже, как авторитетный от Бога представитель. Он представитель человека, и Он представитель Бога. И в Нем это все соединяется. И теперь нам нужно верить, что Он не просто был, как человек вот здесь, а Он еще является Сыном Божиим, посланным от Бога. Ну, хорошо. Слава Господу. Вот. Ну, с Божьей помощью мы, вот, будем смотреть, но еще раз хочу повториться, да. Евангелие – это очень важно. Эта весть от Бога, она самая важная, самая престижная сегодня профессия, самая важная миссия сегодня в глазах Божьих, которая имеет очень глобальные последствия. Представляете, от нашей миссии, от вот этой, как мы несем эту миссию, зависит спасение людей. Вы представляете? Да вот можно, допустим, ну, достигнуть чего-то в этом мире, профессором стать, очень много-много богатства. Ну, и это временно все. А Евангелие говорит о вечности. И поэтому самое важное сегодня – это Евангелие. И поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы и мы не стыдились, не стыдились. Вот я в основном работал, ну, с американцами, которые, ну, были проповедниками, евангелистами. Большинство из них, почти все, были бедными. Материально. Церковь там помогала, вот, и некоторые там продавали все, что у них было. И вот мы даже, когда в Америке были, то знаете, где мы одежду покупали? С американцами, где я ходил? В секонд-хенде. Туфли там пастор себе покупал. Вот. Она такая, знаете, в этом мире она много денег не приносит. Мы думаем, что все американцы богатые. Нет. Проповедники тоже бедные. Вот. Ну, кто-то помогает больше, кто-то меньше. Вот. Но в глазах Божьих, представьте себе, да, какая-то великая честь нам оказана Богом. Проповедовать Евангелие. Говорить об Иисусе Христе. Потому что человек обретает спасение. Человек уже не под гневом Божьим получает свободу. А жизнь это временная. Поэтому, слава Господу. И апостол Павел, вот он хорошо начинает, да, кто он такой есть? Он говорит, призванный апостол, да, призванный, избранный к благовестию Божию. Он даже когда-то хорошо в Коринфе нам сказал, мысль такая интересная, меня Иисус послал мне крестить. Да? Не крестить послал меня Иисус. А что? А благовествовать. Хотя крещение – это тоже важный вопрос в становлении христианина. Но вот для апостола Павла, такого грамотного человека, учившегося у самого ног Гамалиила, который действительно, ну, обладал очень большими возможностями на то время. И тем не менее, помните, как он сказал? Для меня я все почитаю за ссор. Все это потому, что он увидел во Иисусе Христе величайшую драгоценность. Слава Господу! И поэтому, если мы действительно понимаем значимость Евангелия и значимость того, что сам Сын Божий за нас пострадал, и что Сын Божий за нас заботится, и Сын Божий нас ведет, благословляет, ну, открывается нам, то что может быть еще лучше и дороже? И поэтому этим мы должны утешаться. Слава Господу! Да, у нас не все есть. Вот я там уйду, вот хотелось бы вот это иметь, хотелось бы вот это иметь, но нет возможности такой. Ну, все, что надо, слава Господу! Но самое главное, Евангелие, самое главное, Иисус Христос, Сын Божий. Слава Богу! Иисус Христос, Сын Божий.